друзья добрый день с вами мария карпинская новое планетарное телевидение и сегодня у нас продолжение темы связь тонкая связь растений россия египет россия наверное израиль еще нужно посмотреть какие растения как бы проникли в нашу страну и если они находятся в нашей стране а их корни находятся то есть сами они растут как ну на земле как растение например кактусы о которых я говорила и сегодня буду говорить значит эта тонкая связь между индией и россии есть такая связь через растения между египтом и россии между израилем и россии понимаете я не знаю еще там я не беру европу и все но я сейчас говорю о тех тонких связях которые знаю я и вот сегодня я хочу продолжить помните в прошлом прошлый раз я вам рассказывала передачи своей о том что я там я рассказывала о поясе дьявола в египте что 30 северной широты 30 градус это все составляет пояс дьявола это аномальные зоны которых происходят разные вещи и поэтому в египте тоже происходит аномальная зона и там могут происходить разные вещи они могут работать на пользу людей а могут наоборот и вот сегодня до прошлой передачи я рассказывала о том что я работала в пт у преподавателем и дети вырвали кактус на нем кстати написали там было мк и еще что-то мк ну то есть типа мария карпинская может кто-то поиздевался повырывали эти иголочки они как лепешка такой кактус ну вот вы видите там дерево я стою у него так вот этот кактус я посадила дома он начал расти в дерево и жалил моего мужа муж его возненавидел кактус действительно живое растение с ним можно говорить его можно слышать как собственно и животных сегодня все они разговаривают надо просто уметь слышать их язык я очень сильно переживала что пришлось муж с радостью выбросил его на помойку этот кактус не отдали никому а именно выбросил с таким сердцем таким вот выкинул его а как то заранее где-то за месяца два знал что он умрет и мне об этом сообщил ну вы понимаете что эта история зашкварная вот и сейчас я написала даже на эту тему целый огромный рассказ который существует и я вам прочитаю вторую часть этого рассказа вот о чуде которая случилась со мной вы помните кактус я назвала коловоротом или коленькой николя но по-разному его звала вот и так как это вот моя любовь к нему была очень большой не знаю почему так случилось то произошло чудо и произошло переселение кактуса из россии на истинную родину в египет но как это произошло и как я узнала вот я вам сейчас расскажу и то что я расскажу это не выдумка это не фантазия а это чистая правда и я представляю представлю вам доказательства возможно ну а зачем представлять и так все ясно вот но все равно вот там будет фотка на которой я стою возле этого кактуса но прежде чем об этом всем говорить дальше я хочу чуть-чуть сделать отступление ребята я прошу все-таки распространять мои видео и хотя это не монетизация это не что-то но просто люди должны включать голову потому что сейчас очень опасный момент идет у людей просто отключается голова я не знаю во что они превращаются я не могу даже это сказать вот я же человек который помогает просто людям включить разум включить их сознание но если включается сознание то начинает простите совершенствуется развиваться душа происходит какие-то события и происходит жизнь некоторые говорят я почти в каждой передачи последнее время пью воду и кашлю и вот там же находятся те кто думает что сейчас прям у меня там чего-то болезни или что-то нет друзья просто я стала мало разговаривать мало общаться и в связи со всем этим ну просто не хочется общаться с многими людьми вообще не хочется я как бы от них ухожу все дальше и дальше моя душа уходит в глубину меня самой где мои глубокие переживания и эту душу уже не достать потому что раньше она была ближе к поверхности и каждый мол отщипнуть или чего-то сейчас это совсем другое отношение уже и я ушла глубь себя и там в глубине я конечно развиваю свой внутренний мир совершенствую его я вижу как он может измениться и вы знаете я сейчас но лучше в следующей передаче скажу я пришла к одну удивительному выводу который у меня был еще много лет назад как вообще спасти все это несчастное человечество как спасти и матушку землю животных растения как спасти все то что находится на этой земле и всего здесь страшно мучается страшное мучение вот эти вот кактус вот его смерть ему что же больно знаете как больно животным когда их ранят и боже милостиво я не знаю просто я не могу это это вот все сплошная боль и если я и кашлю то я все это ощущаю эту боль я это пропускаю через себя это вижу вы знаете мозги человеческие так устроены что человек может только одну трагедию воспринять допустим его мозг вот способен увидеть одну человеческую трагедию там ребенка какого-то трагедию или вот там какой-то ну мужа жены а если им рассказать что вот полторы тысячи человек и у всех такие трагедии и дать возможность это увидеть то у них мозг просто отключится и начнет защищаться понимаете вообще мозг человека так устроен что он все время старается защищаться и боится разрушить свою собственную картинку мира которую он выстроил каждый человек все равно выстраивает какую-то свою картинку навязанную из интернета или навязанную из телевидения но картинка выстраивается и он боится разрушить эту картинку но эта картинка иллюзорная потому что он не прожил это сам вот то что я вам рассказываю это то что я прожила если даже все человечество то мне напишет что я придумала это я понимаете я не среагирую потому что это мой личный опыт и я его вам открываю личный опыт понимаете а не то что вы там начитались и стали зомби вот все кто начитался чего-нибудь или чего-то но не пропустил не прожил не поимел собственного опыта не может ничего рассказать вот сидят там пишут даже говорят чего-то какие-то там но не собственного опыта рассказывает какие-то отвлеченные знания простите которые мне по вот так вот на эти все знания вот и еще я просто хочу сказать почему я не люблю никаких магов шмагов что там еще этих вот всех и ну вот это вот все что занимается назовем это одним словом магии почему я все это не признаю и не понимаю никто не может ни один из магов меня куда-то увести или указать мне какой-то путь да потому что все есть внутри меня все о чем говорят маги изобретатели ученые все есть внутри нас и если мы будем тратить свое внутреннее время время свое на внутреннее развитие смотреть самих себя не по сторонам не цепляться за внешний мир который собственно ничего вы понимаете вот то что я рассказывать буду о кактусе это не внешний мир но это проявление моего внутреннего мира на внешнем и это связь моя со странами там кто-то мне там где-то там какие-то размещала эти самые фото там египта там что-то пишут что во мне нравится египет что значит и у меня слова и нравится не нравится отсутствует вообще это нет моем лексиконе у меня есть мои взаимосвязи с египтом с израилем с индией чем у меня есть взаимосвязи с тем я и вот как они устанавливаются то о чем сейчас я вам говорю это установление моих за вечных вечных взаимосвязей световых через вот такое растение как кактус вот и вот на я размещаю это дерево вы его видите на этом самом да и это вот и есть мой кактус коловорот но только теперь он уже растет в египте и знаете почему это тот самый кактус и как я узнала его а он узнал потому что он узнал меня а потом я узнал и его и так много лет назад неважно когда в каком-то году я приехала в город в египет хурхаду и остановилась в каком-то отеле я не помню какой мне вообще по барабану название я не запоминаю и в первый же день я вот пошла естественно к морю по зеленой дорожке и вдруг знаете вот идешь так и вдруг какая-то сила раз сила какая-то заставила меня вздрогнуть остановиться и открылась память вот и я вспомнила свою вот эту московскую квартирку в которой уже сто лет не жила на улице кубинки маленькую и так ясно как будто я оказалась не то есть я как бы меня взялась забросила в эту квартиру я реально иду по тропинке египта хурхады к морю а чувствую себя будто я нахожусь в этой квартирке я просто не поняла что это такое это такое чувство я вам рассказываю вот из своего опыта не рассказывает влеченное знание каких-то пророков мужиков там и прочих а свой опыт вот и я ну иду по дорожке подняла глаза и увидела кактус огромный я сразу почувствовала что это дерево целое вот там на этом я разместила его это мой кактус и он такой большой и он тоже вздрогнул понимаете что кого-то тишина ветра нет он раз вздрогнул и в эту же минуту он уронил к моим ногам целую огромную ветку с колючими лепешками листья вот эти я поняла что так он хотел привлечь мое внимание к себе я подошла ближе и была растеряна озадачена смущена и удивлена безумно потому что случилось чудо моя любовь кого мы любим никто никогда не исчезает неважно растение это животные люди это будет жить вечно тех кого мы любим вот и моя любовь возродила умерший кактус совсем другой стране на исторической родине в египте но я знаю что это не просто там возродилась это дерево и все нет это через это дерево какая-то выстроенная моя взаимосвязь с египтом не зря же меня там ребята какие-то назвали фатимой женой тут он хамона я уже не знаю что они там они же увидели этого мне двое пацанов увидели во мне что я я готовой так ты же фатима я группа такая фатима я даже представление имел жена тут он хамона возможно я не не считаю что там жена че-то не жена это вообще прошлой жизни но меня не это интересует чья жена не чешет свое самолюбие я сюда пришла нафиг мне это надо сто лет у меня другое у меня установить для чего я выращиваю свое световое электрическое тело вот эту свою душу и поэтому мне очень важно установить эти взаимосвязи со всеми странами и народами где побывала у меня еще осталась мексика там у меня мой родственник да похоронен и я туда хочу побывать я не умру я не уйду с этой земли пока не побываю там где я должна побывать так вот дальше о кактусе я подошла к нему я спросила это ты и моя любовь совершила невероятное чудо и я заплакала и стала говорить коленька ты живой николя коловорот как угодно ты живой вот и в этот момент моей голове мысли а запомните когда текут мысли то они рождают цвет а цвета рождаются прекрасные невероятные чувства не те про которые вы думаете эмоции а чувства вот и мои мысли просто стремительно потекли во вселенной и в этот момент я чувствовала что я вот сливаюсь со всей вселенной сливаюсь совсем и что это станет менять мою жизнь вот и в этот момент энергия юности ко мне вернулась и вдруг я увидела листок тот самый первый на котором дети нацарапали четыре буквы и первый я увидела опять букву м вторая была буква к вот этот листочек кактус возродился не просто так специального знал что я приеду он знал что мы встретимся вот почему одни люди никуда не едут и никуда не попадает потому что они у них сознание ограниченное они никуда не могут поехать а у других в любом случае получается вот такое потому что как кто знал что я приеду он меня вызвал он меня вызвал вот он возродился с теми шрамами букв и на нем остались эти отметины как на человеке порой и следующий он возрождается в следующую жизнь а у него какие-нибудь шрамы или отметина это из прошлой жизни и все буквы я уже сказала были те же самые вот и я просто уверена что я постоянно открываю какие-то неизвестные ученым законы вот что переселяется не только души людей но переселяются и души растений вот только теперь осталось понять как это все действует и тогда я смогу заселить свою планету которая внутри меня есть планету любви любыми растениями которые я полюбила но только это будет растение разумные обладающие душой и мышлением разумные потому что в моем внутреннем мире все растения с ними разговаривать можно общаться и они обладают мышлением а про себя я сама восхитилась и подумала вот ведь какие чудеса может вершить сила любви но скоро очень скоро эти чудеса для людей в будущем станут самыми обычными физическими законами и многие люди кто овладел силой любви смогут заселить садами и лесами всю вселенную все галактики вот а я об этом простите мечтала всегда вот некоторые люди пишут и называют меня какой-то там то ли бездушные то ли я не помню там как-то к людям относящимся не так значит смотрите когда я персонально встречаюсь с каким-нибудь человеком которым душе столько мрази столько пороков столько гадости я не могу любить пороки но и раньше и сейчас я все время вот это космический которым я работаю он отбрасывает от человека все эти его пороки все его зло но я всегда в каждом человеке могу видеть вот этот прекрасный образ и я считаю что жизнь каждого человека даже самого гадкого самого мразота самого ничтожного даже не знаю какого она все равно имеет определенный смысл на этой земле без смысла ничего не бывает если даже у каждого как мне отец в детстве говорил что у каждого там комара у каждого листочка растения есть свое предназначение на земле что уж говорить о человеке просто человек даже когда он живет и спит и не понимает что у него есть предназначение ну спит или там в нем бушует эти страсти против меня вы выкидывает на меня какую-то гадость свою все это очищается его душа я таким образом помогаю этой скотинки очиститься этой мразоте да и когда вот эта мразота выходит из человека возможно в нем проснется вот человек поэтому я знаю что я делаю я знаю как я поступаю ну а те еще раз люди которые привыкли читать какие-то абстрактные книжки с непонятными знаниями которые не пришей кобыле хвост прости господи или там какие-то подать какие-то магические дела самый вот вам чудеса что это маги это не маги это чудо моей любви любви и так я могу встретившись животным полюбить его очень сильно у меня были птички я так любила я знаю что санечка у меня была соечка она в вечности живет я ее увидела котик которого я спасла и которые раздавили я его назвала черный принц и он умер он живет тоже в вечности все кого я кому я давала вот эту вот любовь свою они все живут в вечности также как люди мой отец моя бабушка мои родичи многие мои друзья они все уже вечные и чтобы даже если они живы на этой земле допустим и с ними что-то случилось не очень хорошее даже если они погрязли я знаю что я их всех спасу вот но потому что я их люблю а любовь делает чудеса и то о чем я вам тут вот рассказала это чудеса которые сотвори сотворила любовь моя к кактусу но понимаете тоже любовь непростая возникла это значит что я прошла пути дороги в египте прошлых определенных опытов и жизней которые я накопила и знаний которые есть во мне и они очень очень тяжелые противоречивые потому что я рассказывал вам когда то что я побывала под пирамидами и я видела что там творят и какие там опыты какие-то непонятные существа тоже люди производили над другими людьми скрещивая их животными и так далее просто производя опыты и мне удалось оттуда выбраться то есть вот это я еще раз рассказываю я рад не рассказывал от потолка или от кто-то где-то что-то прочитала или от кого-то я вам рассказываю из своего собственного опыта потому что все что человек прожил весь опыт который он вот уже явил чудеса понимаете когда мы живем не боимся этого опыта потом является материализуются чудеса я вам рассказывал как мне приходилось тяжело метаться между мужем и кактусом понимаете вот кто-то а кто-то будет от злости кипеть потому что профукали свою жизнь ничего нету так вот что я предлагаю тем кто уже профукал пока есть еще какой-то участок времени займитесь собой собой разгребите завалы дерьма которые у вас внутри и действуйте делайте что-нибудь любите животных подкармливайте птиц любите начните кого-нибудь любить не вот заниматься хернёй какой-то там и писать какие-то гадости а идите и полюбите что-нибудь подберите кошку собаку птичку какой-нибудь как он птицы все бросались под ноги просили чтобы я их спасла голуби меня спасали когда один человек нехороший демон появился они стали кругом и закрыли меня вот как надо жить начните животных не умеете любить людей там все погрязли пороках начните с растений животных ближе к земле вот что я вам советую и тогда вы почувствуете какие-то вещи вы поймете поймете эту связь между допустим растениями и вами между каким-то животным и вами вы еще не достойны те кто пишут вот эти гадости все недостойны общаться с другими людьми ну просто недостойны потому что не да не готовы понимаете вы не готовы недостойны чё угодно скажу и поэтому граждане идите и любите вот вам на канале этом дело нечего и дети любите растения там лена какая-то по-английски пишет вообще ненавижу когда пишут по-английски чего писать по-английски вы чё не русские люди или вы может быть уже стыдитесь быть называться русскими уже мы стали изгоями во всем мире и многие говорят я стыжусь что я русский а я не стыжусь я остаюсь той же какие к кое я была но во мне течет и египетская кровь и еврейская кровь и вы кого угодно всех стран и народов понимаете и поэтому я могу сказать я питала в себя кровь всего человечества вот это вот да я прошла эти жизни и поэтому могу сказать с гордостью я русской вы можете все что угодно но отношение к тем кто там как орда или как кочевники или как что-то делает что-то не так грабит других какое отношение они имеют к русским это не русские кто грабит насилует убивает кто занимается вот развратом кто погряз пороках это не русские а я как раз русская я и русская я и украинка я еврейка я и кто там еще я и латышка я и полячка все я все во мне потому что я есть вот это все что существует на этой планете я все и животные я и все растения но при этом выделяется в допустим этот кактус потому что вот надо было что-то проработать и благодаря этому кактусу он пересел умер ради меня переселился в египет вызвал меня в египет и там произошли вот эти расклады мистические которые позволили мне узнать что же я делала в египте какие там опыты я проходила к и что узнать эту правду того как там развивалась эта культура что там под пирамидами это было давно еще когда не писали сейчас уже просканировали и говорят что под пирамидами там есть я давно рассказала что там длинные коридоры и такие тюрьма до коридор и вот здесь решетки за решетками сидели люди с кого-то кожу сдирали с кого-то голову приклеивали другую и так далее вот все что я же это все узнала я узнала страшные вещи и мне не нужны ученые которые будут вырывать там археологи ой они ну они могут вырыть и сказать да вот подтверждение я себе могу сказать я подтвердила свою правду но моя правда останется моей знаете почему потому что это мой опыт и не чай другой мой личный опыт и жизнь должна исходить из личного опыта и когда те которые пишут гадости на меня пойдут и полюбят хоть одно растение и вырастет его или животному чего-то дадут одному киски собачки я не знаю птички что-то дадут свою любовь и вот там вместо вот все этого говна напишут а вы знаете мария авдеевна я вот сейчас послушал вас вот сделал так спас кого-то там спас кошечку собачку вытащил умирала там или еще что-то растение спас вот вырастил и вот я вам хочу похвастаться этим вот я перед таким человеком что называется так склонюсь на умничка скажу умница и всех хочу назвать умницы и умники понимаете всех каждого из вас потому что не умеешь любить людей люби природу люби животных люби растений люби птиц потому что в нас все это есть начните прямо с первого класса все понятно с любовью надеюсь надеюсь ни у кого не возникает вопросов что я есть такое и что я собой являю чтобы перестали вякать перестали там чего-то какую-то изрыгать гадости какие-то и наконец поняли что я даю здесь я тут единственная такая потому что все остальные все что-то сдирают откуда-то я тут кстати какой-то архиерея легчу какой-то православный гость бородой вдруг выступал где-то и стал говорить я тут решил написать книжку и написал о счастье в этой книге рассказал наконец-то рассказал о своем детстве и там есть мистика там есть стихи там есть все фантастика перетекает в реальности я думаю боже мой прочитал таки мою первую книжку как мария христа на земле искала а там сзади есть текст которым как раз написано там валя такая игнатьева написала что моя книга это соединение фантазии реальности там есть поэзия там есть мистика там есть все и одно перетекает другое наконец нашелся такой и романах нет или как-то ну неважно я не понимаю название не запоминаю кто уже стал писать книги согласно моему моей вот этой вот ну как это схеме что вот то есть он себя целителем называет вот кто назвал себя целителем скажи что я целый я есть я целый а не я целитель как я проверю ты сначала про себя расскажи все покажи себя кто ты что ты а то уже целитель и учителя маги шмаги приворожу разворожу укажу путь я не знаю там расширю сознание расширю еще какое-нибудь одно место а про себя не слова если у человека нет его биографии если он не может ничего рассказать о себе не водитесь такими бегите от них подальше все что я могу сказать вот но друзья мои еще раз я если вы сами слушаете что-то понимаете я предлагаю вам понемножечку распространять это на других людей но я уже придумала план как мне помочь но сейчас думаю над план как помочь людям ну вот все с вами была мария карпинска всего доброго и так это была речь о кактусе а как же это с поясом дьявола связано а вот для кого-то пояс отчета потопил убил а для меня возможно он помог и как тут смог переселиться благодаря поясу дьявола возможно туда в египет все до свидания всего доброго